Не учились, а работали. Делали плоскогубцы, молотки, щипцы, зубилы и эти шарниры, чтобы отправить нам на фронт. Оставались в ночь. Все делали. Детство Анны Федоровны закончилось в день, когда началась война. Ей было 11 лет после победы, долгая, наполненная радостями и печалями жизнь. Дважды выходила замуж, и оба мужа умерли от ран, полученных на фронте. Деток они работали. И путевым обходчиком, и переездным сторожем. Отработаем на машину, нас везут на другую работу. Вот там работаем до 12 ночи, а не одни. Вот так вот и жила. Сейчас Анна Федоровна живет с сыном и снохой. И всем довольна. Сетует только, что ноги подводить стали, даже на улицу не выйти. Пока еще в старенькой однушке, накануне праздника, встречает Анна Федоровна гостей и принимает поздравления с Днем Победы. Анна Федоровна, поздравляем вас с наступающим праздником 9 мая. Поздравляем вас с наступающим праздником. Спасибо. И с приобретением. Дай бог вам здоровья. Держите, это вам. Это вам. И это вам. Осторожно. Держите. В гостях у водовы ветерана войны сотрудники городской прокуратуры. Они контролировали предоставление федеральной субсидии, своевременную оплату новой квартиры. За время работы сдружились с ней. Не думала, что столь проживу. Сколь поработала, сколь детей воспитала. Вся моя, весь мой праздник. Одни дети. Вырастила троих детей. Теперь нянчится с праправнуками. Анна Федоровна говорит, что в них ее счастье. Сегодня ей 92 года. Любит петь. Причем веселые песни. Теперь готовится к переезду и мечтает, как будет выходить гулять на балкон новой квартиры на втором этаже. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Будни. Все, шути.